ребят всем привет с вами валерия из валенсия сегодня я приехала в новое место и начинаем спуск я пойду спускаться к речке боже мой никогда в этом месте не было вы представляете как жизни бывает пять лет живешь весь вся закрутишься вся в делах вся в обязанностях вся во всем туда-сюда все работа все и вот думаю ладно в июле вот найду хотя бы хотя бы несколько дней чтобы просто вот изменить чуть-чуть как сказать обстановочку выехать никуда пока около апельсиновых полей так хорошо как говорится жара 40 градусов но сегодня я как сказать приштурмовала сюда к другой деревне и боже мой я не могу поверить своим глазам я около реки ребята вы посмотрите тина и речка зеленая речка вся за загрязненная ну понятное дело это же валенсия валенсия все очень загрязненная но природа очень сильная а здесь видите чтоб трава не росла сильно ее типа забивают вот этим черным пакетом не знаю что это черный пакет пленка что это хотя было бы более живописно и более лучше если бы здесь конечно бы травка была но травки нет не знаю по какой причине но сегодня я вам решила сделать экскурсию с берега реки как же река это называется хукар я по-моему не помню как река называется ну ладно потом это потом можно найти посмотреть но река вот она есть очень опасная коварная река кстати могу сказать здесь сильные водовороты видите какое сечение видите прям видно движение сильно и вот они эти воронки то есть в эту реку иногда приходят люди купаться и как говорится заканчивается не самым милым образом не самым чудесным поэтому купаться здесь конечно вряд ли а вот постоять и посмотреть конечно дело самое самое то как говорится я сюда опять моя любимая трава вот этого тростниковая очень красивая трава если вы не знаете в валенсии вообще растет рис для кого-то это будет большой новостью что рис валенсианский очень вкусно и здесь как не знаю как это где ларис еще растет в японии в японии в китае в японии сейчас плохо плохо от жары плохо соображаю не помню ну вот вот прям от того что есть действительно местность очень такая как говорится с водой влажность много влажности туда сажают рис у нас есть поля рисовые поля валенсианские рисовые поля и очень знаменитый рис отсюда из валенсии вот этот тот кто не знает это так маленькая такая ремарочка маленькая экскурсия ну вот ребятки видите какая красота какая зеленая трава зеленая трава как говорится надо на другом берегу и какая зеленая вода она естественно но в ней есть движение что уже очень хорошо так что и камыш есть ребятки камыш мой любимый я же просто любительницы это просто знаете как вам сейчас скажу это это вообще что я вам сейчас снимаю это мое мое детство вот в детстве я сидела около реки у нас была деревня такая дом деревенский и мы летом уезжали в деревню как говорится там грядки полоть картошку сажать морковку ну очень обычное такое детство да все кто из 90-х знает все у всех был был такой деревенский домик я думаю у всех а кто-то и жил в таком доме ну я приезжала на лето этом отец строил все когда молодой был ну вот и значит и я приходила на речку просто садилась просто смотрел на стрекоз а кстати сегодня стрекоза тоже есть вот они летают голубенькие не знаю видно их или нет наверное не очень видно я даже здесь сяду вообще просто присяду на камень буду смотреть господи как хорошо около речки жара 45 градусов 43 градуса сегодня жара будет она я на речку все-таки пришла самое удивительное что эту речку я нашла именно вспомнила что здесь эта речка есть пять лет ну пять лет никуда не выезжала особо так только около пельсиновых полей так вот благодатно так кто там выпрыгнул так рыба рыба здесь же рыба тоже ну ловить по моему здесь нельзя рыбу ну вот ребятки вот на кон на таком берегу около водички мы сегодня с вами посидели чуть-чуть кого водички рядом нет вот пожалуйста приходите со мной на водичку как говорится на на речку приходите на речку так вот в детстве я просто сидела у речки смотрела на стрекоз просто опускала ноги в речку и вот мочила ноги в речке это меня было любимое занятие в детстве как хорошо было ничего не надо было вот сидишь около речки сидишь потом придешь домов домой хлеба черного наешься блинов наешься вдоволь с вареньем бабушка варенье готовила блинов с вареньем как следует навернешь и на веранде отдыхать там мухи летают бабочки а вот кстати стрекоза прилетела смотрите какая красивая стрекозочка на красненькая не знаю видно ее отсюда или нет стрекоза вообще знаете что стрекоза символ перемен в жизни трансформации и легкости это не та стрекоза которая все летала и летала и ни к чему не прилетела нет не та которая бездельничала а та которая меняла курс и направление я стала смотреть и потому что очень много стрекоза вижу здесь в валенсианской области сейчас очень много да и естественно стала я задумываться почему стрекоза стрекоза да и в детстве я тоже очень любила наблюдать за стрекозами так не говорите что ко мне плывет черепаха вот я сейчас вот я сейчас и вообще поверить боже рыба ребята рыба это что рыба или птицы кто это так я здесь не одна здесь птицы рыбы это черепаха или кто я сейчас стану ребята у меня ощущение что ко мне плывет черепаха нет это палка показал черепаха кстати черепахи здесь тоже тоже водится тоже водится в валенсианской области черепахи их много они не только они боятся эти черепахи они еще переползают дорогу то есть они как бы здесь выходят в контакт с народом как говорится и конечно это удивительно зрелище один раз я видела черепаху она просто переползала дорогу большая черепаха такая мамашка такая большая вот но сегодня пришла думаю господи что тут конечно ребята здесь просто конечно я не одна здесь хотя кажется что я одна вот на берег пришла кажется что я одна на самом деле нет круг меня прям столько живности столько движения красоты и самое главное что стрекоза не улетает вот она она прям села прилетела не улетает никуда так что ребята вам сегодня вот такое видео я думаю надо как-то разнообразить что-то надо поменять до куда-то камышу при приблизиться вот камыш вот вы видите да камыш вот стрекозы птички и тишина такая тишина ну вот я надеюсь вы насладитесь природы вместе со мной я конечно все время болтаю извините меня болтай болтать мое видео поэтому я и болтаю конечно о чем мне еще делать можно конечно и тихо посидеть вот я сейчас посижу чуть-чуть ой жарища ребята просто все течет всего лицо уже течет мне кажется все течет со всех сторон такая влажность такая влажность и камышей все ребятки на этом буду заканчивать надеюсь вы вам понравится мое спонтанное такое решение неожиданное начало спуск с горы потом река потом стрекозы потом здесь у нас черепахи рыбы птицы ну такая река казалось бы да тихое тихое место на самом деле нет место тихое но как говорится в тихом омуте черти водится как говорится и это правда так вот здесь здесь много чего водится но я не буду пытаться понять и войти что-то водится все-таки это не не моя местность не детство вот в детстве я например да я и по речке ходила и купалась и все сейчас естественно здесь как говорится бесполезно кому-либо кричать никто тебя не спасет спасение от топающего дел рук самого топающего но не надо залезать туда куда не надо поэтому я не залезаю я только сегодня сижу и вот снимаю вам движение воды видите такая красота сегодня вокруг меня все с вами сегодня была валерия из валенсия я надеюсь вам загружу видео еще с подсолнухами потому что все все нас немало нас немало и надо загрузить все чтобы увидели спасибо всем большое спасибо ребята что вы смотрите мои видео спасибо я делаю это от души от сердца это действительно идет от того что я настолько люблю землю настолько люблю природу разную природу и эта природа для меня вот все что чего меня лишили до в детстве у меня там мамы не было рядом папа рано погиб вот все что так мне не хватало да я все время искала это в природе утешение наверное все у кого не было мама рядом или у кого вообще не было мамы я думаю что все из нас всегда ищет поддержку да всегда ищет так не надо меня кусать здесь а какая-то муха прилетела улетай улетай просим так ребята нужно атаковать здесь кусать я конечно про маму стала говорить это вообще тема очень очень такая тема для меня очень близко все у кого что же за муха то прилетела даже тоже на меня не оставляет в покое вот про маму стала говорить тема такая да а мама что же ты такое а не могу ни одного видео завершить спокойном режиме короче все кто про маму и все кто про папу конечно вот у кого такая тема да что не хватало в детстве и всегда какое-то ищешь место или что-то ищешь близкое я всегда это находила в природе вот всегда в лесу лес и всегда лес мне напоминает вот а папе деревня речка речка и деревня напоминает конечно там о родителях вдвоем когда когда у меня были родители когда у меня был этот дом может быть это ностальгия такая я конечно понимаю что жизнь она всегда вперед то есть назад как бы никто уже никогда не вернется только вперед но эти воспоминания от детства конечно они остались на всю жизнь это на всю жизнь ребят все на этом закончу свое видео надеюсь вам понравится пока пока